Друзья, приехал на водоем, а тут немножко нагажено, поэтому сейчас сначала немножко приберусь. Начал ловить некомфортно, отстой пола. Все фиг достанешь, это ужас. Вот такой пакетик. Насобирал Клево всем, друзья Приехал на рыбалку с маховой удочкой Половить карасик Место для меня совершенно незнакомое Полностью новое место Ребята подсказали, есть водоем Дикий, ловится карась Собрался, приехал Весь водоем сильно заросший Практически мест нет Есть на дамбе Несколько выходов, сидят люди Практически ничего нет Одно плохо, очень грязно Сейчас собрал огромный пакет Хлама всякого Бутылки, просто маленькое место А настолько сильно загаженное Просто страшно Ну не знаю, проверю, попробую Я с поплавочной удочкой Погнали, друзья Вот такая у меня удочка Шестиметровая Давно уже ей ловлю Отлично, меня устраивает Более чем достаточно Так, надо определиться с монтажом Какой буду использовать Так, начну, наверное, с вот такого Такой громовый поплавок С длинной антенкой Сначала с него, а потом по обстоятельствам буду смотреть Что мне подойдет Друзья, место для меня совершенно новое Очень стихненных обстоятельствах Ловлю просто очень мало места Слева от меня труба под дорогой Сообщение о двух водоемах Слышно эту канализацию Очень грязно Набрал полный пакет Но все собрать невозможно Понимаете Ну ничего Попробуем Рыба, говорят Карась Говорят в большом количестве Но вот сидят куча рыбаков Пока у всех полный ноль Не знаю, что будут Поймаю или нет Но буду пробовать ловить карася На поплавочную удочку Надеюсь, что-то поймаю Сейчас для начала Проверю, что тут С водорослями, с дном Вот вообще ничего не знаю Прикреплю грузиво На крючок Чтобы поплавок начал тонуть Чтобы прощипать дно Глубину выставить нулевую Вот так выгрузило Просто сдавливаю Чтобы зацепилось Все Вот я примерно понимаю Вот видно вроде бы водоросли Камыш и водоросли И правее вроде бы почище Вот тут тоже водоросли Вот тут вот труба Поэтому сейчас буду пробовать Что, где и как Сразу водоросли Сразу водоросли Утонул Утонул Глубина, походу, не очень большая Скорее, все даже мелкая Утонул Получается С права водоросли Слева водоросли И вот между ними Где-то Пробует ловить Сейчас я сделал так Что поплавок тонул И ищу положение Когда он стоит В рабочем положении Забрасываю Антенка у меня вот так вот Сейчас покажу Когда все крючки подняты На дном Антенка у меня торчит Из воды вот так Вот так вот Вот сейчас Я ищу Это положение Чтобы вот так Стояла антенка Это значит Что вот это грузило Вот это грузило Коснулась дна Справа Глубже Слева Пошел подъем Еще правее Ага Вот тут возможно Руслица узкая Которая идет На канаву На сливную яму Но перепады конкретные Вот мелко Кидаю буквально сантиметров На 20 Левее И сразу бык Ага Это получается у нас русло Это русло Там тоже трава Еще левее Вот тонет Да тут здесь Канава узкая Русло проходит Наверное В районе него И буду ловить Да оно очень узкое Теперь чтобы не потерять глубину То есть я могу сдвигать глубину выше ниши Если мне нужно Для того чтобы поднять ручок на дном Положить по отпаске на дном Поэтому я на удилище Поэтому я на удилище Вот так маркером Отмечу точку Поплывка Вот Я отметил Теперь при желании Я всегда смогу вернуться На эту точку Сейчас у меня Отгружено так Что крючок касается дна Начну с этой рыбалки А потом буду смотреть Или положу крючок на дно Или приподниму выше Потому что захочет рыбалка А пока занимаюсь прикормкой Прикормка у меня есть Черная Моя любимая прикормка Считаю самая универсальная Особенно когда не знаешь Что нужно рыбе В водоеме Легкий нежный запах Темная Отпухнуть рыбу не должна Первый этап Водички добавил Пусть теперь он настаивается А я пока подвижу сюда червя Червячок Это у нас будет вкусняшка В прикормке Чтобы рыбке Хотелось оставаться подольше Прикормка Это будет у нас торт А червячок Вишенька на торте Все Это допрос сюда Все сюда Червячок Вот он червячок здесь Перемешиваем Никакой аромы лить не буду Особо не вижу смысла Пусть подольше Но рыба соберется В принципе все Кормить буду шарами Сейчас заброшу удочку И буду прям в нее Посылать шары Ну что друзья Начинаем лепить шарики И метать Это сначала конечно сильно напугает рыбу Но судя по тому как у людей нету вообще клево Ничего страшного Вот такие шарики Червячок Всякие зерновые Вот такие красавцы Первый пошел Так что Если напугает И рыба не придет Буду говорить Что сильно напугал шарами рыбу Поэтому не клюнул Шары делаю разные плотности Чтобы по разному Расмакали Так Довольно липкая Довольно плотная Все Оставил чуть-чуть прикормки Это прикормка На подкорм Если вдруг клев будет затихать Небольшими шариками Буквально Вот такими Буду подкидывать Сейчас вместе Минимум 10 минут А в идеале можно 15-20 Не париться И спокойно Попить чайку Отдохнуть Пока начнет первая рыбка подходить Обычно первый мелкий карасик Начинает подходить Если его много И он активный Минут через 10-15 Крупный карась Более крупный Начинает подходить Минут через 40 А если все нормально Хорошая активность Такая активность рыбы Начинается где-то Часа через полтора Вот так вот Ну все Ждем Ну и пусть стоит Вдруг клюнет Вдруг клюнет В принципе окунь Может подойти Все что угодно А я Маночку Начну замешивать Много мешать не буду Если понадобится Домешаю Я всегда манку Манку мешаю Не делаю Типа тесто Манки все хорошо Большое количество Пустых поклевок Маккорный Травушка Муравушка Травушка друзья сейчас зацепился за камышинку и сдернул и оборвал поводок основная леска у меня 0,14 поводок 0,12 в итоге все получилось хорошо монтаж целый оборвался только поводок поводок меняется просто петля в петлю поэтому все при необходимости легко заменил нужны по размеру толщина длина надеваешь червячка и в бой в кусты шевелится вот так вот забрасывает петушки поют в станице один два три 4 5 6 7 8 поплавков вижу друзья 8 поплавков это я тут один с одной удочкой там еще человек на лодке здесь канализация шумит даже там видно водичка течет опа выложил что-то было было но не забагрила не засеклась вторая поклевка что-то было но не застеклась уже интересней интересней иди сюда иди сюда вот он красавчик карасик да какой красивый друзья хороший есть рыбка вон там пунктам шикарный красавец офигительный очень красивый все ребятки вот он первый красавец найдите хороший хороший грамм 300 точно 7 больше 300 по 400 на нет его на грамм 300 350 вот такое смотрите но очень красивый есть и съездил ну давай давай решайся давай давай судя по пузырькам карась там собирается в приличном количестве в приличном количестве пузырьки со дна поднимаются просто толпой вокруг попросту он сидит маханьки карасик это не сидит маленький карасик друзья вообще маханьки его отпускаем червячка одеваем и мой маханьки и карасик на манку вообще малыш маханьки так вообще что там собралось очень много мелкого карася поклевочки пытается приподнять бросает приподнять бросает Плавок гоняет туда-сюда. Перемена погоды, вчера грозовой фронт, позавчера Анапу затопило, у нас очень сильный ветер, ливни и возможно вот это вот все сыграло на активности рыбы, но очень неактивная, поклевки вялые, сопротивление хорошего края поймал, он даже не сопротивлялся, он сначала лег на бок и люди жалуются, это обычно клюет очень хорошо, а сейчас как будто его и нету, видел двух только поймали. Иди сюда, иди сюда. Небольшой карасишка, ну клюнул красиво, поднял. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Есть карасик. Небольшой, но хороший. Небольшая, хорошая поклевка на мамку. но бац-бац и мимо иди сюда кушает манку, пока лучше всего работает манка, но карась мелкий карась мелкий иди сюда да, карась много, но мелкий, друзья иди сюда, иди, иди, иди неужели карасик хорошенький да, да, ребят, есть, 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 боец ой, красавец есть, есть, есть есть, есть, есть красивый, круглый на мамочку вот такой красивый, смотрите, бронзовый ну красавец красавец ля-ля-ля 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 ой так таких бы на жарёху пару десяток а я бы их ух, затрепал поднимал насадку на дном 5-10 сантиметров вообще ноль только со дна поднимал 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 маночку то что-то на маночку поймаешь то раз работает червячок давай-давай-давай-давай-давай-давай иди сюда ох, красавец красиво было красиво по-взрослому поднял вот такой шикарный красотища 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 красище красище за дочек друзья монтаж использую с подпаском вот у меня основные груза сантиметров через 20-30 два маленьких подпаска их я могу если надо регулировать поводок 10-15 сантиметров такие монтажи друзья я делаю сам как я их делаю можно посмотреть по ссылке в верхнем левом углу появится и так же оставлю ссылку в описании там очень подробно показываю в аквариуме как они работают красик я к тебе иду повлевки красивые конечно приподнимет выкладывает лежит держит кстати не ведет практически как будто он стоит то ли выше то ли еще где-то спускается берет и выходит на свой уровень но не уходит в сторону при этом поднимал на дно 0 поклевок только все со дна сейчас хочу попробовать вымешал прикормку но еще надо вымешивать что деть ее не знаю как она будет на крючке висеть предназначена чтобы размокала и она она не сильно липкая другие составы были более липкие получше посмотрим интересно самому продолжаю вымешивать явно поклевки клюет кстати но реализации нету на прикормочку была поклевка активная но поклевка давай продолжаем пробовать и вымешивать одновременно для таких вещей более мелкие более липкие лучше это не крупная вариант ее чуть-чуть смешать с манкой замешиваю с манкой пробую манка липкость дает прикольный запах как будто бы в детстве хлеб замешал очень похоже на этот запах да на хлебный похож так червячок и прикормка с манкой замешанная взбил пальцы съели все покусанные комарами мимо дольше ждать надо насадка плотная дольше насадки ждать надо поклев повторяем при этом старающий жало открыто оставить тем не менее вот вторая поклевка не реализована давай 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 вина так все с этим делать поклевка есть реализовать не могу вот что с этим делать поклевка есть реализовать не могу с рыбой там есть физический перевод берет после подыгрывания подыграю чуть-чуть пошевелишь и потом поклевочка давай у нас есть 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 долго шум там и так долго шикарный карасик офигительный есть красава волоквы и убегать и не убежал вах красавица садочек друзья вырисовывается интересной комбинацией обязательно нужно регулярно подкидывать шарик с прикормкой раз и мне вот работает вот такая комбинация бутерброд червь и прикормка замешанная с манкой давай 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 есть опоклевка была класс два взрослых лебеди и четыре еще гадких утенка которые превратятся в красивых белых лебедей вот такая насадка получается пока по количеству поклевок номер один но вот парализация очень слабенько и подыгровка нужна обязательная это его соблазняет на поклевку карася самое интересное это получается для него то же самое что на дне на дне есть кусочек червей который он выбирает и есть черная прикормка с определенным запахом который он кушает мы ему предлагаем все это же только на крючочке подыграл он клюнул а сошел хороший был так очень все интересно очень сама прикормка она плохо на крючке держится и очень плотная чего вообще спадает реализация а в совокупности с манкой она хорошо держится подыграем вот подыгровка и сразу поклевка мимо исход что ты будешь делать так еще один вариант удлиню поводок попробую сейчас 30 сантиметровый поводок а потом посмотрим что дальше будет делать но это не дело столько сходов в карася у меня не было еще ни разу не было пустых поклевать в ходах это просто нечто сейчас по идее длинный поводок он может сделать как хорошо так и плохо он может дать время рыбе заглотить так же дать время рыбе выплюнуть а может такой что даже не буду видеть поклёва пробую не попробуешь не узнаешь вы понимаете время реакции до потяжки грузил получается больше и это время может рыба как заглотить пока она потянет покажет нам поклевку также может наоборот выплюнуть плюс поджиговка ухудшается длинный поводок грузила срабатывает поводок пучок может остаться над ней не среагировать пустой я поклевку не видел не до червяней прикормки и поклевку я не видел так не вижу поклевки на длинный поводок вот и все с длинным поводком разобрались нету поклевок не видно него о чем я и говорил что может такое произойти поклевок нету вытаскиваю все обсосано даже съедено не обсосано хорошо до пятнашки делаю 15 сантиметровый поводочек как и был иди сюда иди сюда иди сюда иди ко мне хороший иди ко мне красивый иди мой дорогой иди 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 как это боец а на по имени давай 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 а есть здесь здесь есть вот так она 15 сантиметровый поводок я поклевки вижу какой шикарный красавец друзья а вытянутый то вытянутые попадаются то круглые до самой краюши губы но сел садочек иди сюда а сход сколько их сегодня было а этих сходов у меня и ничего а то столько рыбы наловил куда ее потом девать поэтому нормально ну что друзья закончилась рыбалка прежде чем показать улов немножко расскажу вам по рыбалке рыбалка была вот супер интересная значит началось с того что я закормился карась зашел довольно быстро в течение получаса все отлично он зашел но он не клевал иногда следовали поклевки на червя опарыша был полный игнор хотя одного небольшого поймал и на червя иногда следовали поклевки кукуруза практически игнорировалась одна или две поклевки было в принципе все при этом поплывок ходил ходуном вокруг поплывка где была прикормка постоянно поднимались пузырьки в большом количестве то есть рыба была там она шерудила кормилась выедала прикормки выедала червя но брать практически не хотела поднимал глубину выше ниже безрезультатно все поклевки только со дна тут начал поклевывать мелкий карась буквально небольшой отличный живец на щуку на червя и так получше то хуже решил замешать манку с собой была манка и начал пробовать ловить рыба сразу активизировалась стало намного лучше и на червя клевал мелкий карась на манку более хороший крупный карась комбинации манка с червяком еще лучше поклевки были хороший достойный карась иногда влетал мелкий начал думать а как еще лучше улучшить решил взять и прикормку которая у меня была для докорма забешать попробовать половить на нее но вся прикормка довольно крупная и очень мало клеющихся веществ и она ее замешиваешь она получалась очень твердая и на крючке сидела очень плохо но при этом на нее отлично клевала я подумал как можно сделать так чтобы она была мягче но при этом была с таким же запахом была темная и решил смешать с манкой кусочек который был замешан манки и кусочек который был замешан прикормки я их соединил перемешал получилась вот такая насадка она получилась темная с запахом прикормки и при этом довольно липкая чтобы хорошо висеть на крючке и не такая твердая как чистая прикормка но все равно твердоватая твердая чем чистая манка пах изумительно запах был шикарный ребята и понеслось просто поклевку долго ждать не приходилось кусочек червя кусочек этой прикормки с манкой и отличные поклевки но результативность отсечек была ниже плинтуса я перепробовал крючки от 14 номера до 8 номера самый лучший результат давал десятка восьмерка наверное очень плохой давал как 14 если не хуже просто он не просекал не было засекаемости вроде большой острый крючок шикарный овнер соды все как положено и засекаемости не было пробовал удлиняться поводком я ловил поводками 10-15 см поставил 30 см все я не стал видеть поклевок все то есть рыба обсасывает объедает а поклевок я все одну или две поклевки видел и в десятки раз пробовали то есть вытаскиваешь поклевки еду вытаскиваешь все съела фокус мог вот так обратно вернулся к 15 см поводку и все наладилось поклевок очень много сходов немерено просто немерено чувствуешь при подсечке чувствуешь как бьешь по рыбе но нету реализации возможно связано с тем что у меня мягкая удочка а при ловле вот такими вот как манка и типа хлеба я замешал насадку они все таки плотные и надо резче просечь когда я я привык подсекать раз плавно вывел раз плавно вывел с такой насадкой это не прокатывает приходилось короткий редкий рыбок рыба села и ты выводишь и вот возможно именно удочка у меня мягкая не пробивала как вариант теперь давайте друзья посмотрим на улов вот вот нормально килограмм пять карасика очень много мелкого выпустил очень много брал только хороший карасик отличный и не знаю сколько десятка три маленьких с пол ладошки ладошку выпустил сходов как я говорил пустых покровок было немерено ну и тем хорошо куда б я рыбу потом бивал а этого в мегаграсс на жарелку отлично до новых встреч друзья